В эфире программа Косгораз. Добрый день. С 1 января заработал Евразийский экономический союз. По мнению экспертов, этот пакт открывает еще больший перспектив для русской экономики нашей с вами страны. О деятельности союза мне бы хотелось поговорить с нашей сегодняшней гостью, заместителем министра юстиции Республики Казахстан Эльвира Абукасымовна Азимова. Эльвира, вот наступил Новый год, 5 января. Мы проснулись в новом союзе, как сегодня говорят, Евразийский экономический союз. Мне бы хотелось, прежде всего, чтобы от имени телевизора узнать, в чем различие, скажем, таможенного союза от Евразийского экономического союза. А еще больше хотелось бы знать Евразийский, помните, да? Да. Теперь это кануло в историю. В чем его отличие от Евразийского экономического союза? Хотелось бы более подробно об этом узнать. Хорошо. Ну, я надеюсь, что все 5 января проснулись очень комфортно в союз. Как мы уже неоднократно утверждали, основная цель союза – это создание благоприятных условий для развития экономики Казахстана. И в первую очередь, конечно же, для наших граждан. И как неоднократно отмечал глава нашего государства, что мы не допустим нарушения и ущемления национальных интересов. Поэтому, конечно же, при формировании всей договорно-правовой базы союза, в первую очередь, мы исходили из наших экономических интересов. Что касается Евразийского экономического союза, как новой международной организации, Конечно же, как уже и отмечалось, и сейчас говорится, это, в первую очередь, международная экономическая организация, не несущая своей целью изменение политического устройства государства. Именно этот вопрос, он неоднократно обсуждался в средствах массовой информации, как одно из возможных рисков для Казахстана. Но я скажу, что тот договор о Евразийском экономическом союзе, как основной базовый договор, подписанный Казахстаном, Россией и Беларусь, родоначальниками, так можно сказать, новой международной экономической организации, в первую очередь, не содержит каких-либо норм по изменению политического устройства и не закрепляет намерения об этом сторон. И этот договор содержит основные четыре принципа, это четыре свободы, которые должны реализовать государства, члены в рамках союза. Это свобода доступа на рынок, капитала, инвестиции, рабочие силы. И, соответственно, в этой части основные положения по каждой отрасли и шаги, которые стороны будут предпринимать, закреплены именно в договоре о союзе. Это очень объемный договор. Приложением к нему являются 33 документа. 33 документа приложением к договору. И каждый из этих приложений расписывает и подробно закрепляет конкретные действия. Это в том числе касается не только сферы, допустим, экономических сфер, это в сфере нефти, газа, торговой политики. Это в том числе и вопросы и деятельности органов союза, по каким вопросам они принимают решения, каким образом принимают решения. Это и Высший совет на уровне глав государств, и это Евразийская экономическая комиссия, чьи решения, как мы говорим, имеют обязательный характер и подлежат непосредственному применению на территории государств сторон. В чем отличие Евразийского экономического союза от Евразес? Отличие в том, что на сегодня договор о Евразес содержит более четкие и конкретные задачи государств, в том числе с конкретными сроками, когда государство приступит к реализации той или иной политики. Например, в сфере фармацевтических лекарств и медицинских изделий вопросы доступа на рынок регулируются, что мы с 1 января 2016 года приступим к реализации этих вопросов. Что касается сферы энергетики, то в целом вопросы энергетического рынка, формирования общего рынка будет происходить до 2024 года. То есть за это время государства-члены должны принять конкретные меры, реализовать программу, должна быть принята общая концепция, причем она будет приниматься с учетом мнения всех сторон и голоса сторон будут равны. Потому что Высший Совет, который должен утверждать соответствующую концепцию, принимает решение только к консенсусам. То есть если кто-то из государств будет против, эта концепция не будет принята. То есть мы в этом плане, все правовые механизмы, предусматривающие учет национальных интересов, если это невыгодно Казахстану, мы предусмотрели. Другой вопрос, конечно же, это обязательная задача всех экспертов, всех представителей госорганов на всех стадиях до принятия таких решений отслеживать и рассматривать это четко через призму национального законодательства и национальных программ. Что касается Евразес, то Евразес, как таковое, отличие, что это была организация с более широким мандатом, но при этом таких четких задач, как в Евразийском экономическом союзе, не было. Но говорить, что это была неактуальна по своим задачам организация, это неправильно. Как говорят наши дипломаты, Евразес выполнил свою историческую миссию. То есть это этап, шаг предварительный до создания Евразийского экономического союза. Потому что все вопросы, которые были в свое время, так сказать, рождены в рамках Евразес, это вопросы формирования таможенного союза, единого экономического пространства, эти вопросы перешли в мандат Евразийского экономического союза. Вот, Эльвира, все хорошо. Какие перспективы нас ждут в 2015 году? Перспективы, перспективы все зависят от нас, как мы будем реализовывать нашу политику, как правительство будет выполнять свою роль и миссию в рамках Евразийского экономического союза. Что касается самого Евразийского экономического союза, он открывает возможности и условия. То есть если мы вспомним, у нас есть ряд конкретных задач, которые поставил перед нами глава государства, есть принятые программы, это вопросы индустриализации, это дорожная карта по поддержке бизнеса, это проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Даже если мы обратим внимание к последнему посланию президента Нурлужол, то в ней конкретные задачи поставлены по укреплению и развитию транспортной инфраструктуры, по созданию сухих портов, по социальной политике. Вот для реализации всех этих задач, в целом союз предоставляет более широкие возможности для развития именно казахстанского бизнеса, казахстанской экономики. То есть если мы в качестве примера возьмем, например, государственные закупки, то в этом плане для наших предпринимателей, для нашего бизнеса расширяется рынок практически в 9 раз. То есть это рынок в том числе и российский, и белорусский. Но другой вопрос, что мы должны сами укреплять свои возможности. Нигде никого никогда не ждут с распростертыми объятиями, смотрят на возможности и на, соответственно, действия, которые принимаются. Поэтому в этом плане мы должны не отставать от своих соседей и должны реализовывать... И в связи с этим открывается представительство некоторых, да? В связи с этим открывается, да, и представительство для того, чтобы более оперативно взаимодействовать. Например, у нас в договоре о Союзе предусмотрены конкретные органы. Это Высший Совет на уровне глав государств, Межправительственный Совет на уровне глав правительств, это премьер-министры. Комиссия, которая будет работать. Комиссия состоит из двух уровней. Это Совет Комиссии и Коллегия Комиссии. В Совет Комиссии входят заместители премьер-министров государств, а в коллегию входят избранные члены, это представители государств. На сегодня каждое государство представляет по два члена, значит, по два представителя, которые в коллегии не только отстаивают интересы какой-то конкретной страны государства-члены, но они являются в первую очередь международными служащими. То есть их задача обеспечивать равные и взаимовыгодные условия для всех государств-членов. Но кроме вот этих органов, это так называемые органы Союза, каждое государство принимает решение по открытию своих представительств. Например, наша Национальная палата предпринимателей достаточно активно с первых дней обсуждения договора о Союзе, когда он был еще в виде проекта, принимала участие на всех переговорных процессах и отстаивала интересы казахстанского бизнеса. Это помощь для своего рода, да? Да, это большая помощь, и мы практически подали пример другим государствам, и в рамках именно вот этого обсуждения родился механизм оценки регуляторного воздействия. Я помню, на последней встрече глава государства даже похвалил, я помню, представитель Национальной палаты. Благодаря усилиям казахстанского бизнеса в лице Национальной палаты предпринимателей в рамках договора о Союзе у нас закреплен принцип так называемой ОРВ, это оценка регуляторного воздействия, когда все проекты решений комиссии на предварительной стадии, до их принятия, обсуждаются обязательно с привлечением бизнеса. И вот они открыли свое представительство в Москве, точно так же Национальный банк открыл на сегодня свое представительство в Москве. Это для того, чтобы более оперативно решать вопросы, связанные именно с участием Казахстана в составе договора о Евразийском экономическом союзе. Эльвира, вот вопрос такого характера, я хочу спросить. Самое главное, предусматривается гармонизация законодательства этих стран? Конечно. Гармонизация – это обязательные условия международных организаций, преследующих цели экономического развития. И в целом любых других международных организаций. Потому что государства, правительства, которые входят в такую организацию, они всегда преследуют определенные единые задачи и цели. Единственное, что степень гармонизации и сферы гармонизации определяются мандатом этих международных организаций. Например, в рамках Евразийского экономического союза у нас предусматривается гармонизация по тем сферам, которые являются предметом договора о Евразийском экономическом союзе. Это гармонизация и таможенных вопросов. Вы знаете, что еще в рамках Евразийского экономического союза у нас был принят единый таможенный кодекс. Вот сейчас в рамках новой международной экономической организации союза обсуждается проект нового таможенного кодекса. Потому что по многим вопросам мы уже решили задачи, мы двигаемся дальше, поэтому некоторые нормы утратили свою актуальность. Либо требуют доработки, приведения в совершенство. Поэтому в этой часе практически на сегодня, на завершающей стадии находится обсуждение проекта нового таможенного кодекса. Наверное, Эльвера будет нашим телезрителям очень интересно. Последняя встреча глав государства в Москве. Она проходила, знаете, до этого были очень громкие заявления. Александр Григорьевич, Лукашенко, Москва. Некоторые средства массовой информации говорили, Лукашенко хочет какие-то преференции. А Нурсанавич, как всегда, очень дипломатичный, хитро обошел некоторые вопросы. Мне бы хотелось знать, какие вопросы рассматривались на этом заседании? На этом заседании 23 декабря, на заседании Высшего Совета, рассматривались достаточно серьезные вопросы. Можно назвать это заседание историческим решающим заседанием Высшего Совета в уходящем году. В рамках этого заседания были приняты решения по созданию суда Евразийского экономического союза. Были приняты решения, определяющие регламент работы органов союза, начиная с Высшего Совета на уровне глав государств и заканчивая комиссией. Это очень важно, потому что мы должны знать, какие процедуры используются и применяются, начиная с момента рождения проекта, решения комиссии и заканчивая вынесением ее на обсуждение сторон и принятием. Это очень важно, потому что с точки зрения меня, допустим, как юриста, я должна знать, чтобы эти процедуры тоже соответствовали нашим интересам. А это можно выявить не только по содержанию решения, но и по процедуре и принятию. Потому что нарушение процедуры, а именно непрозрачность принятия решения, это тоже основание для непризнания его государством. Поэтому решался и вопрос об утверждении регламентов. Были утверждены регламенты. Также был подписан договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Ну и кроме того, конечно же, в качестве члена, нового члена Евразийского экономического союза, в Высшем Совете принимала участие и Армении. А вот скажите, Эльвира, насколько... Вот у меня такое мнение было в свое время. Я до сих пор в этом убеждении остаюсь. Было бы хорошо, если бы в этот Евразийский экономический союз вошла бы и Украина. Ну, сегодня такой перспективы я не ожидаю. Но у меня такой вопрос. Вот вхождение сегодня Евразийский экономический союз, Армения и Кыргызстан – это благо или нет? Конечно, благо. Мы говорим о национальных интересах. Это благо для каждой страны. Раз Армения и Кыргызстан приняли решение о вступлении, то, соответственно, это решение государств о том, что вступление и членство в союзе является благом. Что касается Казахстана и других государств-членов, то, естественно, как я уже сказала, основные принципы деятельности союза закреплены в договоре. Это принцип сохранения и защиты суверенитета, территориальной целостности и равной выгоды. Поэтому с этой точки зрения для государств-членов, так сказать, родоначальников союза, это тоже определенные благо, потому что расширяется рынок союза и предоставляются более широкие полномочия. Но другой вопрос – это, конечно, регулирование этих отношений. Поэтому все решения о присоединении этих государств, они были приняты вместе с соответствующими программами приведения условий в этих странах в соответствии с требованиями союза. Это касается и укрепления материально-технической базы таможенных, пунктов пропуска, потому что мы говорим на пространстве союза, действует единая таможенная территория. Это и другие вопросы, в том числе конкуренции, в том числе промышленной политики и так далее. Игорь, ну уровень развития же очень разный же у них, скажем, Армения, Кыргызстан и страны, которые уже давно вступили в таможенную цель. Да, как я уже сказала, один из принципов – это принцип равной выгоды и защиты. И другой еще принцип есть – это защита национальных интересов. Если мы посмотрим по примеру других международных организаций, в том числе и ВТО, такого подхода у международных экономических организаций, что страны с малой экономикой не могут являться членами той или иной экономической организации – нет. То есть сочетание, именно разумное сочетание, как стран с более развитой экономикой в качестве членов и стран с малой экономикой – это наглядный пример действующих международных экономических организаций, поскольку в этом контексте это вопрос не выбора в зависимости от экономики, уровня развития экономики, а это членство в зависимости от национальных интересов и равенства государств-членов именно внутри организации. То есть независимо от того, что ты страна с малой экономикой или с более развитой, ты все равно должен соблюдать все обязательства, которые предусмотрены в рамках той или иной организации. Этот принцип предусмотрен в договоре о Евразийском экономическом союзе, где сказано, что оговорки к настоящему договору не допускаются. Поэтому с этой точки зрения, вот даже для Кыргызстана и Армении были приняты специальные дорожные карты в отношении тех обязательств, которые они не могут исполнить на данный момент, предусматривается, что они их будут исполнять с отлагательным условием. То есть это касается того же вопроса приведения таможенных постов в соответствии с требованиями союза и укрепления. Это получается, Эльвир, тогда получается то, что, помните, на одной последней встрече главы государства, имеется в виду Кыргызстана и Казахстана, наш глава государства в порядке такой гуманитарной помощи, да, безвозвратным, выделено 100 миллионов долларов. Это специально для этих целей, да, предусмотрено? Да, это для этих целей, значит, для того, чтобы, так сказать, оказать в определенной степени помощь стране, но эта помощь в первую очередь не выливается в виде гуманитарной помощи, а это помощь в виде конкретной технической поддержки конкретных проектов по приведению обязательств в соответствии с Союзом. То есть, чтобы эти страны... Для общего дела это, да? Для общего дела, да, чтобы это не ставилось под сомнение именно задачи Союза по развитию, по предоставлению более широких возможностей для развития рынков стран. Еще такой вопрос у меня. Мы слышим Роспотребнадзор, но Роспотребнадзор мы не слышали какой-то активной деятельности. Я слышал, что там мясо какое-то мы не должны сегодня употреблять там каких-то. Но вот на границе с Белоруссией, в общем, образовалась очень большая очередь. И в связи с этим, видать, и президент Белоруссии Лукашенко был возмущен. Мне хотелось бы знать, в чем это все-таки связано, с чем это связано. Ну, я не экономист, поэтому я могу не знать конкретные детали этой ситуации, именно экономического плана и отношений органов белорусских и российских. Но в целом, по самой ситуации, по ее конечному, так сказать, результату, который обсуждался 23 декабря на заседании высшего совета, я могу сказать, что в целом это было связано с несогласованностью действий национальных государственных органов двух стран. Но на сегодня этот вопрос разрешается. Но, значит, в целом, так сказать, было отмечено представителями всех государств-членов о недопустимости подобных ситуаций, что прежде всего всегда комиссия и другие органы союза должны ставиться в известность и должна использоваться всегда площадка для диалога, для урегулирования. То есть принятие санкций — это не есть решение проблемы. Должно быть до принятия санкций, должна быть именно предоставлена возможность сторонам по урегулированию проблемных вопросов. Ну вот это основной принцип, который обсуждался и на Совете Евразийской экономической комиссии, которая проходила буквально тоже перед началом заседания высшего совета и на заседании высшего совета. Еще такой вопрос. Знаете, Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, выступил, что к санкциям против европейских стран и Соединенных Америки, должен присоединиться не только Россия объявила санкции, но и страны экономического союза. Как вы к этому отнеслись с таким заявлением? Как я отнеслась? Ну это мнение одного политического лица, достаточно видного. Это не про тот человек? Не с улицей, Иван, пришел сказать. Я уже и отмечаю, что достаточно видного политического деятеля Российской Федерации. Но другой вопрос, поскольку юрист, я просто хочу сказать, что на сегодня юридического решения именно в рамках союза не было принято присоединение. И при обсуждении этого вопроса казахстанская сторона также ясно выразила свою позицию, что вопросы присоединения к этим санкциям Казахстан пока обсуждать не будет. И еще один такой у меня вопрос. В связи с объявленной санкцией против Российской Федерации взаиморасчеты между странами Единого экономического пространства или Единого экономического союза должны какой-то единой валюты. А в этом сейчас в связи с санкцией это остро стало. Как вы к этому относитесь? Даже одно время говорили, даже вроде бы не против были, чтобы назвать Алтен. Да, такой вопрос обсуждался, когда писался, разрабатывался проект договора о Евразийском экономическом союзе. Были определенные мнения, высказывались и со стороны казахстанских экспертов и российских экспертов о необходимости введения такой валюты. Но со стороны правительства Республики Казахстан и главой государства было отмечено, что этот вопрос не является задачей Евразийского экономического союза. И на сегодня договор о Евразийском экономическом союзе не предусматривает создание единой валюты, которая будет действовать на территориях всех трех, двух, а теперь уже пяти государств союза. Еще знаете, какой вопрос в связи с последними событиями, хотя вроде бы Владимир Владимирович Путин об этом утвердительно говорит, что Россия вступит в Всемирную Дорогу организацию в ТОО. Но у меня есть определенные сомнения. В случае объявленных таких санкций, возможно ли вступление в ТОО? Какова перспектива вступления в Казахстан теперь? Ну, в данном случае эти санкции не объявлялись в Всемирной торговой организации ВТО. Не объявляли. В целом в рамках ВТО не предусмотрено применение подобных санкций. Более того, в рамках ВТО один из основных принципов, который преследует Всемирная торговая организация, это создание благоприятного режима. Так называемый режим РНБ, это режим наибольшего благоприятствования, когда если государство вводит льготы и привилегии для одного государства, то для других государств-членов ВТО эти льготы и привилегии также должны применяться. То есть с учетом этого принципа даже можно сказать, что вопросы санкций, именно предусматривающих ухудшение определенных ситуаций, это не цель этой организации. Цель этой организации, развитие торгового пространства, развитие также, в том числе и, как мы говорим, в рамках созданного с 1 января, вступившего в действие договора Евразийского экономического союза, это вопросы развития свободы доступа на рынок. Поэтому в этом контексте говорить о том, что это цель ВТО, признание тех или иных санкций, которые применяют другие экономические интеграции в виде Европейского союза или, допустим, США, это не цель организации. С точки зрения задач, которые ставит перед собой Россия по вступлению в ВТО, они также остаются. Казахстан также уже неоднократно объявлял, что практически переговорный процесс находится на завершающей стадии. Что касается Евразийского экономического союза, вот часто задают вопрос, насколько задачи союза соотносятся с задачами ВТО. Что касается Казахстана и России, они соотносятся, потому что при обсуждении решений, которые должны приниматься на государства члены, едино это в рамках Евразийской экономической комиссии, всегда решения, касающиеся экономических вопросов, Казахстаном рассматриваться через призму обязательств, которые мы принимаем в рамках ВТО. Ельвира, последний вопрос. Очень хорошо глава государства выступил в последний раз, что никакой удели независимости или независимой страны мы никогда не потеряем. Нет и партии коммунистические. А мне хотелось просто у вас спросить, что вы хотели бы сказать нашим телезрителям в наступившем Новом Году? В наступившем Новом Году? Ну, нашим телезрителям я желаю прежде всего здоровья. Это вне темы нашей встречи. Это всегда актуально. Здоровья, благополучия. И, конечно же, быть патриотом своей Родины, потому что это очень важно и государство, и в целом правительство, глава государства. Все задачи, которые на сегодня поставили перед собой, они все направлены на повышение благосостояния народа. Поэтому с этих позиций я могу сказать, и я сама, что я уверена в своем будущем. И я желаю всем казахстанцам быть уверенным в своем будущем. Спасибо. Наш сегодняшний эфир подошел к завершению. Напомню, что сегодня гостью нашей программы была заместитель министра юстиции Республики Казахстан Эльбира Абулкасимовна Азимова. До свидания. А вам огромное спасибо, что пришли, рассказали нашим телезрителям. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова